Вот это выражение от трех вторых нам дает вот такую вот картинку синие, синие и потом красное А вот это будет три вторых Значит, три вторых, потому что просто то же самое Точнее здесь будет следующее Значит, здесь синий может сделать либо 0, либо 1, а красный может сделать 2 Поэтому точно нужно сказать, что вот это вот 0, 1 или 2 И это, соответственно, равно 1 Поэтому это будет дрифтарик Соответственно, минус дрифтарик будет Значит, красный, красный, потом синяя Значит, нужно посмотреть вот такую игру Значит, синяя, красный, синяя Синяя, красный, синяя А здесь, наверное, вот красная, красная, синяя Давайте поверим в то, что вот эти вот нижние не нужно обрезать Потому что здесь же самое сложное доминирование Если вы обрезаете вот эту вот нижнюю, то у вас остается 0 А если обрезаете нижнюю, то остается одна вторая Значит, поэтому нижнюю не нужно обрезать Поэтому, вот, пусть начиная от треть Тогда у него есть практически два варианта Либо вот этот срезать, либо вот этот срезать Значит, будет либо вот так вот, вот так вот Здесь, соответственно, вот так вот, вот так вот И это останется Значит, это первый вариант Либо, соответственно, эти два останутся И здесь будет Теперь наша цель выиграть за красного Значит, что будет делать красный вот здесь вот И что он будет делать вот здесь? Ну, вот здесь, видимо, лучше всего вот это вот срезать Ну, или вот это вот Не, наверное, вот это вот лучше всего срезать Значит, лучше всего срезать вот это вот Тогда остается вот что Значит, синяя, красная, синяя И красная, красная, синяя Ну, и здесь, конечно, тоже лучше оттуда из этих, да То есть вот этот вот такой актив очень хороший А вот эти не очень хороши, поэтому лучше их срезать. Соответственно, красный тогда стоит вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и вот так вот. Ну а здесь вроде уже понятно, что красный выиграет. Значит, а именно если синий срежет вот это, то красный срежет вот это, и потом у него есть ответ на каждый. Либо синий срежет вот это, тогда красный срежет вот это, и у него есть тоже ответ. Либо синий срежет вот это, тогда красный срежет вот это, и тоже будет ответ. Да, то есть здесь уже точно выигрывает красный. Ну и здесь тоже выигрывает красный. Значит, здесь выигрывает красный, потому что если синий срезает вот это, то красный срезает вот это. Если синий срезает вот это, то красный срезает вот это. Если синий срезает вот это, то красный срезает вот это. И в любом случае у него остаются преимущества. Значит, это когда он считал синий. Теперь что будет здесь начинать красный? Значит, если начинает красный, то у него два варианта. Значит, один вариант срезать вот это в промежуточном, а другой вариант срезать вот это здесь в промежуточном. То есть он будет либо вот так вот, соответственно, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И здесь вот так вот. Либо наоборот, вот эти вот останутся здесь вот так вот. Хорошо, а что делать? Что делать с левым, чтобы выиграть? Что я могу сделать здесь и что я могу сделать здесь. Но здесь более понятно, что может верхнюю срезать. То есть тут останется вот так вот. И после этого, давайте вот это доиграем, что может делать красный? Красный может срезать вот это, тогда синий срежет вот это. Красный может срезать вот это, тогда синий срежет вот это. Ну или красный может срезать вот это, тогда неважно, там синий что будет, может срезать, и все равно здесь прикрывает верхний. Ну а здесь, что лучше сделать синему? Значит, синему нужно связать какие-нибудь из верхних. Значит, например, он срежет вот эту вот верхнюю. Тогда у него тоже есть всегда лучший ответ. Если играть срежет вот это, то синий срежет вот это. Если играть срежет вот это, то синий срежет вот это. Если играть срежет вот это, то красному еще хит. В общем, тоже получается, что выигрывает нет. В общем, реально получается, что вот так вручную считать довольно трудно. получается, что так считать, что так считать, все равно будет... Нет, ну с формализмом совсем ужасно, эти картинки все-таки вроде проще. Но реально, там есть теорема про то, как все это выглядит.